Чужие люди лезут в твою жизнь, пытаются тебе указывать, как и что делать, и доносят на тебя твоим родителям. Тоже, как мы понимаем, это вопрос от человека молодого, который еще от родителей может и как-то зависеть, или даже может и не зависеть, но все равно вместе с ними и живет, и как-то жизнь это связана. И, собственно, эти поучения, скорее всего, они и идут, правда, от людей, ровесников родителей, от каких-то их друзей, которые для самого человека, увы, чужие. Но, прежде всего, надо понимать, что люди, они все равно нам ближние, даже если они нам не близки по духу, даже если нам с ними неинтересно, даже если они не правы. Но Евангелие нас учит все равно ближние, ближние, все равно мы должны относиться с любовью. Потому что вот те люди, которые лезут в жизнь и пытаются что-то указать, они это действуют из лучших побуждений. Пусть и плохо получается, но побуждение у них лучше. Они, правда, хотят вам помочь, вырасти лучше, стать лучше, что-то исправить. Да, может, они абсолютную чепуху несут, поэтому эту абсолютную чепуху ни в коем случае не надо прислушаться, повторять и применять в своей жизни. Но при этом они хотят добра, они хотят лучше. Поэтому тоже надо Господу поблагодарить за таких людей, сказать, Господи, слава тебе, что вот люди как-то есть, кто ко мне неравнодушен. Потому что это вот молодежи не очень нравится, а вот я подчищаю иногда на дому пожилых людей, прихожу их причащать, исповедовать. Им, наоборот, тяжело, что их жизнью никто не интересуется, что всем, в принципе, все равно. Даже, грубо говоря, ну, наплевать, есть человек, нет. Да и даже и детям их, собственно, все равно. Ну, то есть они, конечно, иногда приходят, навещают, но у них своя жизнь. И так бы они рады были, что кто-то там интересовался, что они делают, их поучало, этого нет. Потому что вот как есть такая пословица, ну, выражение, фраза, если бы старость бы знала, если бы молодость могла, да. Вот как раз тоже надо помнить, что даже любой совет, пусть и не прошлый, все равно это свидетельствует о том, что как-то человек о тебе думает, о тебе заботится. И то, что раз он даже что-то там идет родителям, говорит, что это не просто вот человек на улице встретил, размечание задает, а что он настолько заботится, что пытается там, ну, с его точки зрения исправить вот этого молодого человека, эту девушку с помощью его родителей. Тут, опять же, мы должны помнить, что, конечно, я вот разобрал ту ситуацию, что мы такой идеал, и нас нечему поучать. И чужие люди нам не указ. Но на самом деле все равно, вот как помним в Евангелии, Господь говорит, что Царство Небесное подобилось купцу, который ищет хороший жемчуг. Ну, по-церковнославянски доброго бисера, но нет, это не искусственный бисер, а именно, если по-русски переводить аутентично, это хорошего жемчуга. Такого натурального, такого красивого, которое вот настоящее богатство. И вот тоже вот эти поиски, изыскания, и вот что, когда ты находишь что-то ценное, ты даже все остальное, как этот купец, берет, продает все свое имущество и покупает эту жемчужину. Он нашел сокровище. Точно и так же и мы вот под этим ворхом непрошенных чужих советов, мы вот порой так погребены, как под кучей песка, как под толщей соленой морской воды на десятки метров. Ну, вот ныряльщик ныряет сквозь эти десятки метров, вот он видит, и там в песке укрылась какая-то раковина среди водорослей и достает оттуда вот эту жемчужину. Так и мы порой под этими непрошенными советами, может, там один из ста советов будет тот, который именно нам важен и полезен. Важен и полезен, и мы его можем применить. Но порой человек осматривается и видит, а не, применить-то я все равно этот совет не могу. Ну, тогда смотришь и все-таки понимаешь, что надо, как этот купец, который добрый бисер ищет, который ищет хороший жемчуг, надо все продать. То есть и здесь в данном случае, что порой, чтобы применить этот совет, надо какую-то усилие над собой сделать. То есть совет абсолютно справедливый, но нам не нравится, нам неохота себя менять, нам неохота принимать. Родители нас балуют. Да, вот другой человек кто-то жалуется. Очень часто так бывает, увы, и в школах там учитель говорит, ну, ваш ребенок не умеет вести, он и с одноклассником грубо обращается, хамит. А родители, которые думают о душе ребенка, они, конечно, ребенком воспитательные меры проводят. А родители, которые думают только вот в гордости, они точно так же и думают. Не, мой ребенок самый лучший, мой ребенок не виноват, это вы все злые, а он хороший. И ребенок растет, подросток растет, студент растет, и только в своем грехе, в своем недостатке укрепляется, а потом аукается. И даже если из-за связи, положения, богатства это не аукнется во временной жизни, в жизни вечной, на страшном суде это уже все, погибет. Вот, поэтому тоже здесь порой приходится даже от непрошлого неприятного совета. Иногда нам даже наши враги, неприятели, которые нам, в принципе, не испытывают, они берут и нас как-то ругают. Ругают и говорят, как мы неправы, какие мы плохие. Ну, совсем чужие люди, даже чужие, вплоть до того, что правда они, ну, правда нам зла желают. Но они все равно, они диагностировали проблему, проблему нашей души. Если мы ее исправим, нам не только врагов количество у нас убавится. У нас и друзей количество-то прибавится, потому что легче нам будет переносить нас таких в чем-то хороших, а в чем-то несовершенных, когда у нас вот это несовершенство уйдет. Ну, и кроме того, конечно, надо помнить родители, что бы им кто ни говорил, они все равно будут на вашей стороне. И поэтому, если выстроить нормальные отношения с родителями, то их ничьи советы не собьют. Вот сейчас мы давайте откроем послание к римлянам апостола Павла, откроем 15 главу и прочем 2 стих. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Вот тоже, по сути, вот эти люди чужие, они берут и угождают ко благу, к назиданию. Да, иногда они благо не попадают, только назидание остается. Иногда человек вроде хороший совет дает, но он совсем не назидательный, человек от него отмахнулся. То есть там чужой назойливый человек что-то говорит и вроде вот это услышал, а какой-то добрый совет. Даже от родителей. Родители просто нас любят. Ой, папа, мама что-то сказали, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Ну, что там этих стариканов там слушать. Да, и мы как раз из-за доброты их совета не видим. То есть идеал совета это когда и ко благу, и к назиданию. От родителей мы слышим совет благой, но он нас не назидает, мы пропускаем мимо ушей. От чужих людей мы, может, слышим совет бестолковый, не ко благу, но зато вот он врезается в нашу память. А может, как раз вот эту ситуацию Господь послал, что вот эти советы объединяются, чужие люди жалуются там как-то родителям, родители, да, вот этот назидательный эффект в свое благое к вам расположение, вот, объединяют. И вам Господь через вот это объединение, пусть и неприятное, как шкаприц, который проникает сквозь кожу и несет спасительное лекарство в вену. Вот точно так же этот неприятный уже и от родителей, от чужих людей, пришедших к вам совет, он может, если вы его воспримете, будете ни с ним не бороться, а в своей жизни его реализуете, помочь, помочь стать лучше для ближних и приблизиться ко Христу.